Контактная группа по правам человека Республики Крым встречалась с руководством Республики Крым, в частности с главой Республики, и четыре раза. Первая встреча была 14 октября, вторая была 29 октября, третья встреча была 5 декабря и последняя самая встреча была 4 февраля этого же года. По результатам встречи мы не можем сказать, что результатов нет никаких, потому что в самом деле какие-то опоры совершаются. Были вопросы, связанные с несправедливым решением суда, когда штрафовали учительницу, здесь у нас в Белогорской штрафовали, там и мама, и там были такие вещи. И нам удавалось договариваться о том, чтобы была бы апелляция и аннулировались бы эти решения суда. Мы решали вопросы по освобождению ребят из СИЗО, по делу 3 мая пятеро людей, по результатам встречи 5 декабря, были освобождены из СИЗО. Они все были в разное время арестованы, поэтому все дела, и в разное время были освобождены, и в факт освобождены. Потом еще какие-то вопросы решаются там разного как бы уровня, но самое главное смысл и как бы цель, с которой были созданы контакт-группы, это по сопровождению дел этих вот похищенных и пропавших. По этим вопросам пока ничего, конечно, сказать не можем положительно. Как-то объясняют, что вот ищут и будут искать, и дело чести, и все, что мы пока слышали, но результата пока нет. По этим вот пропавшим похищены. Тяжело говорить обобщенно, потому что, скажем, начиная от Решата, вот Аметова похищен, потом нашли убитого, ну какой здесь может быть смысл, кроме как садизм. Потом, скажем, вот Шамарданов, Тимур, Зенединов. Люди друг друга знали, относились к украинскому дому. В случае с моим сыном-племянником, они их не знали и не относились к активистам, скажем, общественникам, не относились. Вот, они просто были обычные ребята, там делали намаз и прочее. Вот, последний, вообще, скажем, непонятный, Абшилямов Эскендер пропал 3 октября и тоже, не знаю, вообще с ником не относился. Дело намаз и нет, мы не знаем. Парень был спортивного такого плана, работал в Синфрополе и вот его нет. Поэтому такого общего, характерного для всех обобщенного у них нет. Вот, скоро, вот, скажем, полгода с тех пор, как моих сына и племянника нет, Эскендера нет. В мае 30-го будет вот год, как, нет, нет, я не иду с нами, нет. Я надеюсь, они все живы. Это, так сказать, это, там, Зинединова, Сирана, Шимарданова, Тимур, 26-го мая, будет год. Поэтому, ну, понятно, это период, последний год, последний год наше пребывание в составе Российской Федерации. Вот у меня сейчас рядом визитки. Визитки, в общем-то, журналистов, прозрачительных, которые у меня были. На протяжении шести последних месяцев, вернее, на протяжении времени, пока нет моих детей, у меня пробыло, не знаю, наверное, сотни, если не больше, журналистов и прозрачительных. Знают это, в общем-то, во всей Европе, США, везде. Я стараюсь быть очень открытым и считаю для себя, оставляя право, в общем-то, общаться со всеми, с кем это такое хочу и могу. Потому что это мое право, как отца, потеряющего сына. Ну, дай Аллах, он не просто потерялся, но он найдется, но пока так. Поэтому, в самом деле, информация об этом стала достоянием, наверное, всего мира уже. У меня были множество, не много, а множество журналистов из, ну, очень разных государств. И не последние государства. Это Франция, Италия, Германия и Норвегия, Польша, Финляндия, Швеция, США и Аль-Джазиры, Турция. Я не знаю, Украина и еще долго можно переселять. По результатам, ну, наверное, есть. Во-первых, когда 14 октября была встреча Совета по правам человека с президентом Российской Федерации Путиным, на этом совещании прозвучала информация о наших проблемах. Это уже работа, как бы, прозащитников и журналистов. Если бы я не общался с ними, они бы не были у меня, то об этом бы, ну, нечего было бы докладывать. Поэтому на стол президента легли материалы по нашим проблемам. Не только по проблемам нашей детей, а вообще по всему Крыму. Вот. Потом, ну, где известно всем, президент сказал, что об этом его неизвестно, но в конце у него был тезис, он сказал, что такого больше не должно быть. И, в самом деле, после этой встречи хищения и пропаж людей больше не было. Это уже какая-то польза. Потом думаю, что чем больше освещается, это понятно, тем лучше. Вот. Мы знаем, что тараканы любят света. Поэтому, значит, нужно побольше света. Чтобы побольше освещения. Чтобы... Не думаю, что вот настолько... Любой режим, какой бы он ни был, все-таки не любят освещение. Любой режим... Любой режим...